Рено официально попрощалось со своими дилерами. На специальном мероприятии руководители российского офиса объяснили продавцам Логанов и Дастеров, что под французским брендом машины на территории России продаваться больше не будут. Это значит, что дилерским центрам предстоит либо закрыться, либо спешно переориентироваться на продажу автомобилей других марок. Кроме того, официальные станции смогут ремонтировать и обслуживать Рено, но запчастями и техподдержкой теперь заведует АвтоВАЗ. Он же освоит выпуск актуальной версии Дастера, а также родственных ему Арканы и Каптюра. По собственной информации Дрома, в Тольятти из Москвы сейчас перевозят необходимое производственное оборудование, включая сварочные линии. Если это так, то столичный завод, где делали кроссоверы, становится этаким чемоданом без ручки. Ведь производственный корпус, окрасочный комплекс и сборочная линия не самые завидные активы, если нет ни сварки, ни штамповки. К слову, штампованные детали для российских Рено поставляла московская компания Alpha Automotive Technologies. Однако основной владелец этого производства, японская корпорация IHI, некоторое время назад якобы приостановила деятельность своего актива. Сама Alpha Automotive Technologies сейчас хранит томительное молчание. Возможно, японцы продадут или передадут свою долю некой российской фирме. Ведь если АвтоВАЗу придется заказывать новые штампы, то перенос сборки Дастера окажется просто золотым. Чем теперь займется бывший завод Рено Россия, который отныне именуется Москвич, совсем непонятно. Например, газета Авторевью предполагает, что его могут загрузить выпуском некой ультрабюджетной новинки, которую Рено разрабатывало специально для России. По собственной информации издания, в последнее время французы готовили отдельную модель на платформе Global Assess, которую планировали предъявить публике под принадлежащей ей маркой Москвич. Что это за машина, пока неизвестно. Но опять же, без штамповочных и сварочных мощностей постановка на производство свежей модели становится чрезвычайно затратным мероприятием. Известия более категоричны. Их инсайдеры уверяют, что вместо кроссоверов французского бренда может начаться выпуск автомобилей китайских марок Jack, FAU или BYD. Во всяком случае, с этими тремя компаниями якобы ведет переговоры администрация Москвы.